Подлодка Пиранья Подлодок в 218 тонн, она способна плавать на мелководье и проникать в закрытые акватории. Титановый корпус подлодки позволяет безопасно проходить даже над магнитными минами. И самое главное, размеры субмарины. Именно из-за них ее часто называют малюткой. Самые большие задачи предстоит решить это сделать лодку как можно меньше. Для этого надо было создавать практически все новое оборудование, малогабарительное. Все радиоэлектронные комплексы создавались впервые. И гидроакустика, и радиолокация, и связь, и навигация. Все создавалось впервые в таких малых размерах. На одну тонну веса Пиранья имеет оружие больше, чем любой корабль. Это при том, что субмарина в шесть раз меньше любой малой подлодки, созданной за рубежом. Но все же главным оружием Пиранья были боевые пловцы, выполнявшие сверхсекретные задания. Поэтому сложнейшему водолазному комплексу конструкторы уделили особое внимание. Это индивидуальное средство передвижения водолазов «Сирена». С ее помощью диверсанты способны добраться туда, куда не смогла бы проникнуть даже Пиранья. Иногда именно от нее зависел успех боевой операции. Если это был порт или база военно-морских сил стран вероятного противника, то мы должны были или уничтожить основные средства, или блокировать их выход. То есть мы должны были нейтрализовать данный объект на 100%. Первые испытания Пиранья состоялись в 1988 году в условиях строжайшей тайны. О том, насколько они были секретны, свидетельствует эта фотография. На ней видно, как подлодку пытались замаскировать при спуске на воду. Задачи ставились самые разные. Проход над минными полями, проникновение в закрытый акваторий и самое главное, скрытая высадка диверсионных групп. Испытания, которые длились около двух лет, превзошли все ожидания. Результат испытаний показал, что лодка суперопасна для любого вероятного противника. То есть ее невозможно обнаружить. Она в свою очередь способна и доставить разрушительное средство в непосредственную близость к объектам вероятного противника, доставить группу разведчиков. То есть более современного средства, даже сейчас, когда пираний нет, их не существует ни у нас, ни у нашего вероятного противника. Ленинград, адмиралтейский завод. Именно здесь более 20 с лишним лет строилась подлодка пиранья. Успешно проведенные испытания предполагали, что вскоре начнется широкое строительство субмарин. Но после распада Советского Союза военно-морской флот стал отказываться от многих проектов. Не было денег. Пиранью постигла та же участь. Сначала ограничили количество пираний строительства до 6 штук, хотя их предполагалось на все флота и на Севере, и на Балтике, и на Черном море иметь до 6 штук, а потом еще хуже, еще денег стало меньше. В результате сказали, что две построим и все. К сожалению, это было еще не все. Спустя несколько лет две построенные подлодки утилизировали. И что важно, по настоянию США, которым удалось внести мини-субмарина в список вооружения, подлежащего сокращению. А между тем, сегодня в Америке и в других странах Западной Европы работы по созданию малых подлодок не прекращаются. Пока субмарины подобных пираньи нет, и вряд ли она появится в ближайшем будущем. Но то, что такие работы за рубежом ведутся, уже создает потенциальную угрозу России. Те средства подводной жизнеобеспечения, которые создаются, которые есть, уже они говорят о том, что люди, которые им оснащаются, они способны и они нацелены на решение задач по проникновению в наши территориальные воды, в наши базы, на наши объекты, которые являются стратегическими, ключевыми. Еще в 70-е годы для защиты портов и военно-морских баз в России были созданы сверхмалые подводные лодки «Тритоны». Бесшумность и небольшие размеры «Тритона» делали подлодку неуязвимы для противника. Сегодня и «Тритоны» и «Пираньи» представлены лишь на выставках вооружений, а видеть их можно только на кадрах хроники. Малыми подлодками уже заинтересовались Франция, Швеция и Юго-Восточная Азия. И не получится ли так, что в скором времени российские сверхсовременные подлодки будут ходить под чужими флагами, тогда как в России их не будет ни одной? Пожалуй, по абсурдности, ситуация, связанная с уничтожением этих лодок, по-моему, не имеет себе равных. Хотя разные чудеса происходили в период превращения советской армии в российскую. Впрочем, к следующему материалу.